Всем привет! Новость о том, что Зацепин отсудит у Пугачевой половину состояния, повергла в шок многих. Совсем недавно композитор отметил свое 94-летие. Алла Пугачева даже не позвонила тому, кому обязана своей славой. В публичном пространстве поползли слухи, что Зацепин готовит судебный иск на Примадонну, ведь он написал для нее более двух десятков известных хитов. В 70-е годы никто не претендовал на авторские права. Все друг другу верили на слово. Теперь автор песен может претендовать на половину состояния Пугачевой, ведь практически только благодаря ему она стала популярной. Так почему же Алла Борисовна не чтит никого, кто помог ей пробиться на эстраду и стать тем, кем она является сейчас? Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Именно так можно оценить общение певицы и композитора. Лучшие друзья, коллеги и товарищи в один день почему-то стали врагами. Пугачева публично унизила Зацепина, назвав его жену домохозяйкой и выдав дом композитора за свой. Все это произошло еще в 70-е годы, и с тех пор бывшие друзья не могут найти общий язык. Во время съемок фильма «Женщина, которая поет» произошел скандал. Пугачева хитростью убедила Зацепина, чтобы она исполнила несколько песен неизвестного автора Бориса Горбоноса. Композитор согласился, но позже выяснилось, что за личностью Горбоноса скрывалась сама Примадонна. Такой обман со стороны артистки стал для Зацепина настоящим ударом. Сейчас, по слухам, судебным иском занимается личный юрист Зацепина. Композитор определенно тоже хочет такую же шикарную старость, которую проживает Алла Борисовна. Сейчас выясняется, что Примадонна надломила не одну жизнь, чтобы добиться всего, что ее окружает. Вот только за все рано или поздно приходится расплачиваться. Надеемся, что конфликт между Зацепиным и Пугачевой будет разрешен мирным путем. Берегите себя и близких. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.